Сегодня я расскажу, как вы можете зарабатывать в интернете. Всем привет! Меня зовут Ксения, и сегодняшнее видео посвящено теме топ-20 интернет-профессий. То есть многие люди понимают, что хотят работать удаленно, что хотят быть фрилансерами и так далее, но не понимают, кем хотят быть. И как раз-таки в этом видео я вам постараюсь раскрыть глаза на существующие, реально существующие интернет-профессии, которые сейчас пользуются спросом и на которых можно зарабатывать уж явно больше, чем вы сейчас зарабатываете на заводе. Это точно! Но хочу начать с того, что чтобы зарабатывать в интернете, зарабатывать много в интернете, надо понять, какими навыками вы обладаете. То есть от рождения у нас есть некие качества. У кого-то более хорошо, грубо говоря, развита доброта, у кого-то более хорошо развита смелость, и вот каждый из вас обладает определенным пакетом навыков. Ответьте изначально вот у себя в голове на вопрос, что я могу. Сейчас вот я вам разложу все варианты профессии, которые я смогла вспомнить. И вот я на тысячу процентов уверена, что каждый, абсолютно каждый человек, кто смотрит это видео, сможет для себя что-то подобрать. Но для начала выпишите свои навыки. Даже человек, который считает, что у него нет абсолютно никаких навыков, обладает навыками. Это может быть организация, например, чего-то там, навык общения и так далее. В общем, выпишите это все, и давайте же приступим к сути видео. Я начну, по моему мнению, от самых сложных к самым простым профессиям. И первый блок состоит из шести профессий. Это блок, когда нужно обладать каким-то профессиональным навыком. Репетитор, психолог, монтажер, писатель, юрист, личный ассистент. На них мы даже не будем задерживаться на этих профессиях. Это просто, если у вас есть, например, навык игры на музыкальном инструменте, вы можете быть репетитором по музыкальному инструменту. Удаленно, естественно. Если у вас диплом юриста, вы можете, сколько сейчас юристов в ТикТоке посмотреть, вы можете продвигать свои услуги онлайн. И, соответственно, писатель, психолог и так далее, это все относится вот в эту кучу. Седьмая профессия. Программист, который создает сайты, приложения и игры. Здесь, я думаю, тоже объяснять не надо. Это, по моему мнению, достаточно сложная профессия. Но с учетом того, что сейчас очень много, например, конструкторов различных, которые помогают вам создать сайт чуть ли не за пару часов, на эту профессию у меня сместилась на достаточно низкую позицию. Далее. Финансовый советник. Чтобы вы понимали, финансовый советник – это люди, которые могут зарабатывать реально там по 5-10 миллионов, естественно, если являются хорошими специалистами. Чтобы отучиться на финансового советника, достаточно потратить где-то 6-12 месяцев. Ну, естественно, если тратить на это очень много времени и прямо выложиться полностью. Те, кто будут уделять час в день, вы за полгода не обучитесь. Финансовый советник – это очень крутая профессия, которая сейчас только начинает приобретать популярность в России, потому что именно сейчас идет волна. Людям интересно, что такое инвестиции, что такое капитал, финансовая грамотность и так далее. Вот как раз-таки финансовый советник – это те люди, это проводники, скажем, в мир богатства, в мир успеха и так далее. Из обязанности – это составлять портфель, ввести портфель вашего клиента. Естественно, у вас должен быть свой инвестиционный портфель, вы должны владеть акциями, вы должны быть просто безупречным учителем по финансовой грамотности и так далее и тому подобное. Дизайнер – тут, думаю, тоже не нужно объяснять, что это такое. Продюсер онлайн-школы – кто-то из вас в первый раз слышит данное словосочетание, кто-то второй, десятый и двадцатый. Но по факту, оглянитесь, ежедневно я уверена, что вы натыкаетесь на десятки каких-то курсов, гайдов и так далее в Инстаграме и во всех вообще социальных сетях. И как раз-таки вот эти запуски делают продюсеры в совокупности с экспертами. То есть, грубо говоря, я какой-то эксперт, я эксперт в нескольких областях, я хочу сделать запуск какого-то продукта, обучающего курсы, и мне для этого нужен продюсер, который разбирается в запусках, который разбирается в таргете, в прогреве целевой аудитории и так далее. Сейчас очень много курсов, очень много бесплатной информации в интернете. То есть, вы можете просто вбить в поисковик продюсера онлайн-школы, и у вас будут статьи, гайды бесплатные, вы можете обучиться этой профессии буквально за два месяца. Заработок по этой профессии зависит также от того, как вы работаете. То есть, если вы делаете успешный запуск, если вы растете, ваш заработок может перерастать просто вот в шестизначные, в семизначные и так далее цифры. Я общалась с продюсерами, которые зарабатывают в месяц примерно 12-15 миллионов, и в день у них уходит, ну, часов 5-6 работы. Вот так. Следующие четыре профессии – это все, что связано с рекламой. Рекламу я ставлю уже вот максимально близко к самой прям легкой профессии, потому что, ну, я считаю, что это не особо сложные профессии. Я считаю, что рекламе каждый человек может обучиться за неделю, просто каждый. Вообще даже самый дундук-дундуком, если нормально прям вот засядет, изучит, погрузится, все, 7 дней человек будет готовым специалистом. А профессия – это таргетолог, интернет-маркетолог, контекстолог и SEO-специалист. Двигаемся дальше. Менеджер по продажам и администратор интернет-магазина. Тут, думаю, также ничего объяснять не надо, просто имейте в виду, что есть такие профессии, если вы не знали. Дальше. Видеоблогер на стримы. Сейчас очень много стриминговых сервисов, где вы просто включаете камеру, просто сидите, болтаете, играете на музыкальном инструменте, рассказываете стихи. Особо неумные женщины, девушки раздеваются, чтобы привлечь аудиторию. И просто вам платит площадка за то, что вас кто-то смотрит, за то, что вам кидают монетки. Очень много таких площадок, бейте в поисковик, типа зарабатывать на стримах. И особо париться не надо. Но, правда, тут сразу отмечу, что доход здесь не особо большой. То есть у меня знакомая, она сидела целыми днями, и у нее заработок был там 30 или 40 тысяч рублей. Но целыми днями она сидела, представляете, проводила эти стримы. И на сладкое я вам оставила три своих просто любимейших профессии в интернете. Это контент-мейкер, менеджер-блогера и сторис-мейкер. Вы просто не представляете, насколько ленивые блогеры вообще в принципе. Вот начиная там, грубо говоря, от самых малых, от низов, от тысячи подписчиков и заканчивая блогерами-миллионниками. Все это ленивые люди, которым, как правило, рекламой занимаются менеджеры, продвижением там менеджеры, контентом занимаются контент-мейкеры, сторисы прописывают сторис-мейкеры. И все просто за этих блогеров делают вот эти ребята. Причем заработок этих ребят тоже достигает 6-7 значных чисел. Также курсов в интернете очень много. Я даже думаю запустить свой мини-курс именно вот по этим трем профессиям. Потому что с каждым днем количество так называемых эфо-цыган, количество блогеров, количество просто медийных людей увеличивается, и всем не хватает хороших специалистов. Это так же, как в России с юристами-экономистами. Как бы каждый второй учится на эту профессию, но хороших специалистов с собаками не сыскать. Вот я перечислила пока что все, что вспомнила. Я уверена, что каждый сможет подобрать какую-то себе профессию. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...